Девиз 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 Завершающим аккордом «Мезонное здоровье» станет Кросснации. Здесь будут подведены итоги городской и комплексной спартакиады, а также состоится награждение работников отрасли в честь дня физкультурника. После торжественной части городской кросс. В нем могут принять участие все желающие. Также в этом году запланирован ВИП-забег. Пользуясь случаем, приглашаю всех наших горожан принять активное участие в кроссе наций. Напоминаю, что в субботу 21 сентября в 10.00 состоится торжественное открытие кросса наций с награждением наших ведущих спортсменов, ведущих тренеров, педагогов, которые проявили себя в области физической культуры и спорта. И после этого состоится 11 забегов кросса наций 2013. Маршрут традиционный. Его протяженность условно составит 2013 метров. Для участников 14 лет и младше, а также для ветерана спорта дистанция будет сокращенной. Айгуль Мухаммедшин и Нураминов. Новости. Деревня моя, деревянная дальняя, смотрю на тебя я. Прикрывшись рукой, ты в лёгком водочке, и юнского облака, в леснушках терёву стоишь на реку. Деревня Васильевка Кургазинского района была основана в 1884 году мордовскими переселенцами Самарской губернии. В советские годы она попала в число неперспективных и в 1976 году была исключена из учётных данных по административному делению. Сегодня деревня насчитывает всего десяток дворов. Но все эти годы и до сегодняшнего дня Васильевку не забывают те, кто считает её своей малой родиной. В знак благодарности к родному уголку, в дань памяти своим предкам, по инициативе и на средства земляков, был установлен придорожный памятный знак. На его торжественное открытие съехалось более 30 человек. Почти все люди пожилые, помнящие более светлые времена родного края. Значимость данного мероприятия отметил глава администрации Кургазинского района Ахат Кутлу Ахметов. У каждого человека есть малая родина. Это родина, где мы родились, где мы женились, где мы учились, где мы выросли и стали большими людьми. Сегодняшнее мероприятие посвящено открытию памятного обелиска благодаря здесь стоящим людям, которые своими руками, своими финансами открывают праздник. Это, конечно, во-первых, Басов Геннадий Никитич, редактор газеты Кургаза. Поэтому я хочу пожелать тем людям, которые действительно не забывают свои корни, где они родились. И сегодня они делают то, что от них зависит. Поэтому вам огромное спасибо, всем организаторам, всем участникам, что вы вложили деньги. И мы хотим вам приподнести подарок, чтобы на следующий год мы вместе с вами могли огородить ваши кладбищи. Поэтому из бюджета района будем полностью его финансировать, ограждение кладбища деревни Васильевка. Поэтому вот это от нас будет подарок. Под дружные аплодисменты знак был открыт. На мраморной плите высечена краткая история деревни, чтобы каждый желающий смог узнать, чем же так приметно это место. По словам одного из инициаторов установки знака, выходца из деревни Васильевка, а ныне главного редактора газеты Кургаза Геннадия Басова, этот знак – символ не только памяти благодарных потомков, но и единства земляков и сохранения традиций. Конечно, судьба у деревни незавидная сложилась. Хотя здесь люди действительно пришли для того, чтобы распахать окрестные поля, чтобы жить, растить детей. Но так судьба распорядилась. Пусть этот день ставим таким особо знаковым, повышенного внимания всех нас вот к этой малой родине. Чтобы мы сегодняшние дети, те, кто здесь жил, работал, рожал детей, растил детей, те, кто непосредственно там жил, работал, трудился, наши внуки, наши правнуки, чтобы они знали об этом уголке земли, чтобы они знали историю этой земли. Вот ради этого мы собрались, и вот ради этого, благодаря тому, что вы все откликнулись, более 30 человек откликнулись, внесли финансовую поддержку для возведения. Всем огромное спасибо. Каждый из присутствующих на открытии знака с особым трепетом, болью и радостью мог бы рассказать о своей малой родине. Для них этот день – настоящий праздник и радостная встреча с родными местами. Я живу в Кумеркалу. И родилась я в Васильевке. Это моя родина. Я жила здесь где-то 10 лет. После 10 лет нас перевели в Калтасы. Мы там жили. Потом мы вернулись снова сюда же, в Васильевку. Меня тянет сюда. Очень. Это моя родина. После официальной части собравшиеся решали организационные вопросы о дальнейшем благоустройстве придорожного памятного знака. Избрали Координационный совет землячества. Обсудили формы дальнейшего сотрудничества и общения. В завершение праздника самые юные его участницы выпустили в небо воздушные шары, как символ загаданных желаний, которые обязательно сбудутся. И деревня Васильевка обретет второе дыхание. Родительский дом, начало, начал. В жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет. Горит в твоих окнах добрый свет.